В регионе проходит второй этап проекта «Команда развития Самарской области». Самарцев приглашают принять активное участие. Во второй этап войдут тестирования, собеседования, эссе и видеопрезентации, по результатам которых дадут комплексную оценку компетенций. Из лучших участников отборочного этапа будет сформирован резерв управленческих кадров Самарской области. Для того, чтобы принять участие на втором этапе конкурса, необходимо пройти регистрацию на платформе и создать личный кабинет, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Владелец обязан регистрировать самоходную технику в Гостехнадзоре до истечения срока действия знака «Транзит» или в течение 10 дней после приобретения. Перед регистрацией нужно обязательно провести ее техосмотр. Зарегистрировать самоходную машину можно в любой инспекции Гостехнадзора Самарской области, где у владельца есть регистрация. Получить свидетельство о регистрации самоходной техники можно, предварительно подав соответствующее заявление на портале госуслуг и оплатив госпошлину. Информирует телеграм-канал Департамент экономического развития и инвестиций торговли Самары. С 12 по 18 августа проходит неделя популяризации активных видов спорта. Спортофизическая активность – неотъемлемый элемент сохранения здоровья в любом возрасте. Минимальная физическая активность должна быть 30 минут в день. Регулярная физическая активность способствует профилактике многих заболеваний, также помогает поддерживать нормальный вес тела и помогает бороться со стрессом и депрессией. К популярным видам физической активности относятся ходьба, езда на велосипеде, катание на коньках, плавание, активный отдых, сообщает телеграм-канал Кировского района. Фотографии «Сквера Самарец» публикует телеграм-канал Советского района. «Сквер» получил новую жизнь в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По задумке архитекторов, территория наполнена смыслами, которые отсылают к страницам в истории нашего города трудовой безымянки. Протяженные тротуарные дорожки, скамейки, фонтан, освещение – все это делает городское пространство максимально комфортным для жителей. Субтитры создавал DimaTorzok